Первый шаг, это надо знать, что, по моему мнению, это польская власть хотела мне просто навредить. Переехал человек в Беларусь, ему хорошо. Это так подтвердило польскую власть, что уже не хочу, что я бы где-то путешествовал. Но в целом мне это не мешает мне прекрасно в Беларуси. Но я думаю, что я проверю, как они заработали это. Я где-то поеду, например, в Турцию отдохнуть. И как получится, я им там такую фотку сделаю с пашпортом. То есть в ближайшее время вы планируете отдохнуть в Турцию? Немножко, да, потому что как они заработали с моим пашпортом, я с ними тоже хочу немножко заработать. Я так понимаю, что одним из камней преткновения стал ваш фонд, который вы буквально недавно создали, польская правда. На ваш взгляд, чем так мешает эта организация польским властям? Почему они чают такую мелкую пакость? Это очень хороший вопрос, потому что только от Крыса фон, то сразу возникли снова проблемы. Ну, через уже полгода. Что-то там меня в какую-то шпилу там. Ну, какая угроза? Как человек говорит о том, что надо сотрудничать, что нам не нужна война, что нам нужна мир, что мы соседи между Польшей и Белоруссией, надо просто, чтобы мы вместе работали, заработывали на этом. Есть такие возможности? Это уже угроза для польской власти. Потому что они говорят, э, где же, какая там Белоруссия, какая Россия? Это просто не надо на них смотреть, не надо там ни с кем говорить. Это неправда. Говоришь правду. Правду в России завжди это угроза, как говоришь правду. Ну, и что им? Ничто им уже сделать. Уже японские семьи пишут, что никого доказания, что я занимался какими-то шпионскими делами, лечим, не ма. Ну, то придумали вот так, чтобы мне не навредить. Ну, то есть оснований для аннулирования паспорта не было, доказательств обвинениям тоже? Нет, ничего не было. Проясните, как должна процедура по закону проходить? Ну, процедура по закону должна проходить так, что решение надо, чтобы человек получил решение. Чтобы перечитал, чтобы знал по законам, по фактам, зачем они так работали. Может, можно тоже поднять это во вторую инстанцию. Это не окончается только на одном решении. Пока я только с полской семьи получил информацию, что мой паспорт аннулированный, он уже не работает. У вас поставили выяснить официально о том, что ваш паспорт был аннулирован? Нет, никакого официального заявления не было. Но тоже работает электронная почта в Польше, тоже есть посельство Белоруссии в Польше. Ну, в чем проблема переслать это решение? Чтобы я знал, в чем дело, чтобы я мог это поднять на вторую инстанцию. Томаш, ну вот можно ли говорить на сегодняшний день, что польские власти нарушают ваши конституционные права? Потому что так как вы являетесь гражданином, нам тоже попрошу. Да, конституционные права и тоже законы. Ну, как это? Адрес мой есть, электронная почта есть. Можно это решить, но, так я сказал, это надо просто, чтобы польские власти хотели, но они не хотят. Вот так закинули что-то в СМИ, я думаю, что возможно там уже СМИ тоже не знают, может ничего такого не произошло. Ну, поэтому я думаю, это проверить. Что бы вы сейчас хотели сказать польским властям, вот представителям польской власти, если бы вы встретились с ними, может быть, хотите адресовать что-то для них? Ну, то бы были не очень хорошие слова, что я бы хотел сказать. Но так культурно я бы не сказал, что надо, чтобы trochę ума в голове было. Чтобы надо, чтобы понять, что нам не нужно никому война, нам не нужно свариться. Ну, зачем польские власти хотят свариться с соседом? Это люди, нормальные, обычные люди хотят просто сотрудничать. Но есть безвиз в Беларуси, кому неинтересно, можно приехать, посмотреть, и что сделали польские власти. Запрестили, только один переезд работает. А там надо несколько дней ждать, чтобы приехать в Беларусь. Потому что не бояться, но приедет обычный человек, посмотрит, как Беларусь и где же. Вернет человек в Польшу и скажет, что все, что пишут, польские медиа, Беларусь это просто бред. Еще хотел бы задать вопрос. В вашей речи слышны белорусские слова. Няма, сварыца. Говорит ли это о том, что вы уже учите белорусский язык, не только русский? Ну, я родился в Беларуси, там много белорусов живет, они живут там много лет. У меня сосед тоже белорус был. Но мы тоже общались, это нормально. Потому что так помешало, мова, язык помешало. Для вас белорусский язык близок? Да я белорусский язык 100% понимаю. Но русский язык так 80%. С теоретической точки зрения, какое количество законов нарушила польская сторона, когда аннулировали ваш паспорт? То есть, вы сможете отвечать вам, Максим? С точки зрения закона, это конституционно. Потому что каждый человек, ему надо знать, чего касается решение. Что в нем? Зачем он обвинен? Зачем сделано то, что аннулировали паспорт? Я никакого решения не получил. Но есть адрес фонда, есть адрес почты e-mail. Какие проблемы это переслать? Это запрещена дорога, потому что бороться о своих правах. Это нарушает конституцию, это нарушает все правила, не только в Польше и в Евросоюзе. То есть, по правилам, вы должны были быть ознакомлены о решении суда, для того, чтобы впоследствии могли в том числе подать и апелляцию. Да, я бы им подал апелляцию, это нормально.